ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пресень в комнате была, если встать рядом с стенкой, она была в обоис. Эти нарушения невозможно устранить без полной реконструкции здания. Потребуется снести его, переделать фундамент и построить заново. Где сироты будут жить все это время, непонятно. Вот из вытяжки, прям из вытяжки течет. Вот поставили кастрюлю, чтобы стекала хотя бы от нее. Настюш, закрывай дверь. Закрывай, закрывай, босиком ставите в майках. Галя, скажите, пожалуйста, сколько у вас примерно таких сирот? Сколько человек на улице? Тут живут не все. Но когда мы только начали этим заниматься, мы звонили на горячую линию Путину. Дозвонились. Они нам звонили периодически. Узнавали, как у нас продвигаются наши дела. Мы отвечали, что никак, все на месте. Они сказали, что будут разбираться. Но пока тишина. То есть, когда мы звонили на горячую линию, я собирала всех девчонок, ребят, кто готов позвонить. Нас набралось на тот момент 9 человек, кто жаловался с этой проблемой. И сейчас остался только мой дом, кто, ну и то не все от нас, 3 человека, кто готов идти до конца. То есть, отстаивать свои права и чтобы решили наконец эту проблему. Остальные уже просто не верят в решение этой проблемы, потому что мы пытаемся с 17-го года. Подрядчику я звонила по телефону, а он вот прям в грубой форме на три веселых буквы меня слал. Сама я родилась в Скопенском районе. То есть, ну я этого, естественно, не помню. Попала в детский дом я в 4 года. До 15 лет я воспитывалась в детском доме, в Шереметьевск-Сочинский детский дом в Рязани. Выпустилась я в 15 лет. Да, нам сказали, что мы должны получить жилье. Я училась на тот момент в колледже. Заканчивала учебу. И как раз мне подходила, исполнялась возраст в 18 лет. Я спросила у замдиректора по встательной работе, могу ли я получить жилье в Рязани. Она сказала, нет, по месту рождения. То есть, вам дома уже строятся. Едете, когда вам позвонят, получать, принимать, смотреть дома. При том, при всем, то, что везде щели в доме. Тут вентиляция хорошая. И все продолжает течь. Начали в 17-м году мы жаловаться в администрацию. Изначально администрация приезжала, осматривала квартиры, винила во всем нас. Потому что это наша вина, мы не ухаживаем за домами. Подрядчик из Копинской администрации утверждают, строительного брака здесь нет. Точно такие же дома построены в те же сроки, в отличном состоянии. Нет ни сырости, ни плесени. Жильцы следят за состоянием квартир, в отличие от тех, кто предъявляет претензии строителям и властям. И стало ясно, что построили дом, в который заселились сироты, из некачественных материалов. Допущены были серьезные нарушения. Но местные власти попытались эту всю проблему замять. Когда девушки обращались непосредственно к чиновникам, они либо кормили их какими-то обещаниями, либо обвиняли их самих в том, что они неправильно эксплуатируют жилые помещения. Указано то, что нельзя одновременно готовить и стирать, чтобы будет слишком большая влажность. Прижала прокуратура, межведомственная комиссия, следственный комитет. В итоге администрация смирилась с тем, что виноват подрядчик. Администрация обязывала застройщик, того, кто продал эти квартиры, устранить нарушения. Что-то он там переклеивал обои, латал окна. А вот она, тяпка вся мокрая. Ну, не мокрая, а влажная. Когда холодно, окна потеют, и все окна текут прямо в луже. Если на улице мороз, то полотенце прямо примерзает к подоконнику. Я говорю, так-то, так-то, проблема не решается. У нас после того, как вы переклеили обои, опять все течет, плесень вылезла. Я говорю, вы не решили проблему. Он говорит, вы потому что вещи сушите дома. Я говорю, мы в терраске сушим. Он говорит, и в терраске нельзя, и дома нельзя, на улицу выносите. Ну, по сути, если постирали вещи, где их сушить на морозе, зимой. Государственные органы вам помогают? Кто-то встал на вашу сторону из госорганов? Документально нет. Документально, то есть пока типа якобы у нас все в порядке. Единственное, вот когда разбиралась прокуратура с женщиной, я разговаривала, она занималась вот нашим делом, она мне сказала, квартира, ну, то есть это тоже нигде не подтверждено, она сказала, квартира, да, в плохом состоянии, то есть девочки, заказывайте экспертизу, комиссию, самостоятельно. Говорит, от администрации вы не добьетесь. И варитесь до конца. В настоящее время власти района проверяет Следственный комитет и прокуратура по факту того, что другим сиротам тоже на территории района были предоставлены квартиры ненадлежащего качества. И сейчас вот хотим тоже повторно обратиться в Следственный комитет уже с заключением экспертизы о непригодности, чтобы они разобрались в данной проблеме. Если уж и тут ничего не получится, то есть мы в любом случае планируем дальше идти в суд. Субтитры создавал DimaTorzok